Миллиард долларов кредитных гарантий США направят на поддержку уязвимых групп граждан. Уменьшат влияние на таких украинцев экономических факторов, в том числе приведение тарифов на газ до рыночного уровня. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк. Он добавил, сумма уже поступила на счета правительства. Последствия глобального потепления человечества почувствуют до 2050 года. Об этом речь идет в докладе ученых «Правда об изменении климата». Авторы говорят, уже через 33 года средняя температура может подняться на 2 градуса по Цельсию. Она достигнет отметки, которую многие исследователи считают опасной для человечества. При этом ученые отмечают, опасно не само потепление, а последствия, к которым оно приведет – засухи, наводнения, пожары и штормы. С 1990 года количество событий, вызванных ростом температуры, удвоилось. К 2050-му удвоится еще раз. При этом потенциально полезных для человека изменений будет меньше. Для парализованного гонщика построили умное авто. Пилот серии Инди Рейсинг Лиг Сэм Шмидт потерял способность двигаться 16 лет назад после автомобильной аварии. Но это не помешало ему снова сесть за руль. Специально для него модифицировали спорткар Широле Карвет Стингрей. Теперь экс-пилот станет первым в США полностью парализованным человеком, который получит воительское удостоверение. «После аварии моей жене посоветовали найти дом престарелых, где я жил бы благодаря постоянной искусственной вентиляции легких, если не умер бы в первую неделю. Говорили, проживу 5-10 лет. И вот прошло почти 17. И все не так уж плохо». «Управлять автомобилем Сэм будет с помощью наклонов головы. Ее движения будут отслеживать камеры и сенсоры, после чего передадут сигналы на рулевое управление. Принцип работы объясняет сотрудник компании Aero Electronics. «Он поворачивает голову, камеры и компьютеры измеряют угол поворота, и команда изменяет направление колес». Акселератор и тормоз реагируют на потоки воздуха, которые будут поступать через специальную трубку. «Он держит ее во рту. Для ускорения он падует в трубку. Когда поток воздуха усилится, это будет похоже на то, как если бы вы вжали педаль газа в пол». Получив удостоверение водителя, Сэм Шмидт сможет ездить по городским дорогам, а не только на испытательном полигоне. В США живет больше 3 миллионов человек, которые не могут управлять машиной. Возможно, в ближайшие 5-10 лет некоторые из них также смогут сесть за руль благодаря новым технологиям и целеустремленности бывшего автогонщика. Суперкары будущего показали на мотор-шоу в Париже. Компания «Рено» приурочила к выставке премьеру концепта «Трезор». Кузов автомобиля выполнен из углеродного волокна. Из того же материала построена крыша, которая заменяет традиционные двери. Под капотом купе-электродвигатель мощностью 350 лошадиных сил. Он достался суперкару от болида «Рено», который участвует в гонках «Формулы Е». «Это популярные автомобили, которые выглядят хорошо. Они показывают, чего производители реально могут добиться, если они не скованы и не вынуждены заботиться о физике или маркетинге». Еще один французский производитель представил концепт Citroën Experience с футуристическим обликом. Роскошный седан оснастили оригинальной оптикой. При этом внешних зеркал нет. Их функцию выполняют дополнительные видеокамеры. Двери распахиваются в разные стороны. Двигатель у седана гибридный, совокупная мощность – 300 лошадиных сил. «Законодательство и правила диктуют определенные вещи. Высота фар, нормы безопасности. А концепт-кар показывает, какими могут быть автомобили. Это то, что можно сделать, если ограничений не будет». Еще один эффектный дебют – новая модель гибридного суперкара LaFerrari, получившего имя Aperto. Итальянская компания уже заявила – выпустит только 209 экземпляров спортивной машины. 200 из них уже предварительно проданы, остальные останутся во владении компании. Их приберегут для юбилейных торжеств. Эта модель также важна для Ferrari, как флагманский спорткар F50 или суперкар F40. «Это очень особенные автомобили. Их выпустили ограниченным тиражом, чтобы показать – это то, на что мы способны, и то, за что мы возьмем деньги. Если вы хотите это, то мы дадим вам знать, когда вы сможете это купить». Электрические суперкары на парижский автосалон привезли немецкая компания Mercedes и японский производитель Greenlord Motors. Автошоу в Париже продлится до 16 октября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова